Всем привет! В эфире Оскелли с новым эпизодом шоу Fake or Real. И с нашей сегодняшней гостью, я уверена, вы очень хорошо знакомы, потому что это широко растиражированная Dior Book Toad из тканей Туальди Джуи. И, несомненно, это бестселлер последних нескольких лет. Модель была представлена в коллекции Весна-Лето 2018, а затем Мария Грацио Кири включила ее и в коллекцию Resort 2019. Вдохновением для дизайна послужили архивы модного дома, а именно эскизы Марко Буана, созданные в 1967 году. Оригинальный аксессуар изготавливается в семейной мастерской в Италии. Только на вышивку уходит 37 часов работы, а узор одной сумки насчитывает полтора миллиона стежков. Даже здесь паузу сделаю. Полтора миллиона стежков, друзья, представляете? Ручная работа, полтора миллиона стежков. Просто с ума сойти. Как вообще можно покупать подделку, когда люди тратят столько сил, столько энергии, вкладывают в оригинал? Офтоп. Ладно, пойдем дальше. В общем, после стежков на следующем этапе сумка отправляется во Флоренцию в Кожевиной мастерский. Там устанавливаются ручки, кожная бирочка, и внутри размещается фольгированное тиснение Christian Dior Paris Made in Italy. Ну что, настало время раскрыть карты. Вот эта сумочка является подделкой, а вот эта оригинальная. Если вы правильно угадали, напишите в комментариях, что помогло вам отличить ее от реплики с первого взгляда. А если нет, напишите, что именно вас смутило. Я пока расскажу, как наши эксперты проводили аутентификацию. Первое, что вы должны проверить перед покупкой, в принципе, представлена ли вообще сумка в таком цвете в официальном каталоге. Так вот, в ассортименте Dior именно такой модели с тиграми в нежно-голубом цвете нет. Есть светло-серая и такая, как наша, оригинальная темно-синяя. Давайте сразу заглянем внутрь и посмотрим, как выглядит вышивка с обратной стороны. Мы можем заметить, что у оригинала здесь присутствует некоторая небрежность. Есть торчащие ниточки, часть букв в надписи сливается. Это абсолютно нормально, потому что часть работы над этой сумкой ведется вручную. Мы уже с вами это обсуждали. У подделки все практически стерильно. И, опять же, полностью отсутствует рельефность и объем. Следующий момент – каркас. У оригинала основа сумки более мягкая, но при этом хорошо держит форму. Видите? А подделка намного жестче. Я не знаю, может, картончик какой-то подкладывали. В общем, самый очевидный еще недочет производителей фейка – это вышивка. У оригинальной вышивки есть объемные детали. Например, лев сверху, обезьяна и ветви деревьев. Мы легко можем прощупать эти контуры. И за счет этого создается оптическая иллюзия, как будто перед нами 3D-рисунок. Это специальная фишка. У подделки тоже есть намеки на рельефность, но такого эффекта вы здесь и близко не заметите. По поводу надписи Christian Dior. Надпись Christian Dior у оригинала тоже более объемная, чем у подделки. И обратите внимание на ручки. Здесь в глаза сразу бросаются как по-разному они прошиты. У подделки очень толстый, жесткий шов. У оригинала он более мягкий и почти не бросается в глаза. Его очень аккуратно сшили. Спасибо. Здесь еще и такая окантовка суперяркая, чтобы прям внимание на него обратили. Очень плотная окантовка. Вот что еще сильного дает подделку. Она, в принципе, вся какая-то грубая. Сами ручки у оригинала, кстати, тоже более мягкие и гибкие. Так, по поводу кожаной бирки с кодом. Еще один наш помощник в аутентификации. У оригинала кожа мягкая и хорошо гнется. А у подделки нужно приложить какое-то усилие, чтобы ее согнуть. Плюс отличаются шрифты. У подделки надпись более крупная и просто нанесена краской поверх кожи. В оригинале буквы слегка вдавлены в кожу. То есть это, опять-таки, фольгирование. Кстати, код у оригинала может быть как перевернут кверху, так и нет. Поэтому на эту деталь лучше не обращать внимания, не ориентироваться. Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, что наши лайфхаки вам когда-нибудь пригодятся, если решите вдруг с рук покупать. Ну а чтобы точно не сомневаться в своем выборе, ищите все свои аксессуары, одежду, обувь на платформе Askele. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!